Есть вещи, которые ставят очень жирный знак вопроса на дальнейшем в общении. Эти вещи могут быть как предложения, о которых вы говорите, обороты речи и всё, что вызывает какое-то вербальное отторжение. Потому что мы искренне эмоционально, то есть когда мы жестикулируем, мы обычно говорим искренние вещи, а если врём, то это очень хорошо видно. Мы не следим за своей речью, потому что на самом деле человек получает больше информации, считывая именно с невербальных женств. Однако есть обороты речи и есть какие-то привычные для нас стереотипичные выражения, которые мешают общению, которые в дальнейшем, возможно, создадут между вами недопонимание и, возможно, даже со стороны вашего собеседника нежелание общаться. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые беспрестанно повторяют одно и то же и совершенно не догадываются, что его собеседнику, даже если собеседник не понимает, о чём говорит, но внутренне, психологически, он начинает закрываться и раздражаться даже, возможно, потому что эти речевые обороты воспринимаются как какое-то доминирование или оскорбление или даже, возможно, неуважение. Поэтому я коротко расскажу о самых таких, наверное, популярных приёмах, которые встречаются каждый день. И первый такой приём — это речевой оборот. Нет. Почему речевой оборот? Ведь это просто слово отрицание. А речевой оборот, потому что, когда вы разговариваете, доказывая свою точку зрения или пытаясь рассказать человеку о том, что вы хотите до него донести, вы употребляете в начале предложения слово «нет». Это получается, что то, что вы говорили до этого и то, что говорил ваш собеседник до этого, имеет отрицательную окраску. Если человек вам говорит информацию, с которой очень согласен, солидарен, хочет вам её донести, то «нет» в начале предложения, когда вы начинаете свой рассказ, говорит о том, что, во-первых, вы, вероятнее всего, не слушали, а во-вторых, вы отрицаете всё то, что говорит собеседник. Я очень часто натыкаюсь на этот момент, и в скором времени создаётся ощущение, что человек против всего того, что вы говорите, и всегда лучше знает всё, что он говорит. Это создаёт очень большой барьер. И даже если вы друзья, в какой-то момент вы испытываете неосознанное ощущение неприязни, потому что отрицание в беседе с близким человеком или с коллегой, с тем, кто, по идее, должен вас понять, мы не говорим про спор, да, а просто понимание какой-то в обычной жизни, какие-то банальные решения и вещи. Говоря в начале, о любых предложениях всегда нет. Он перечёркивает все ваши слова, перечёркивает все ваши выражения, какие-то мысли. То есть человек даёт вам понять, что он не согласен со всем этим, а, стало быть, ему неинтересно, что вы говорите, и он лучше знает. Последите за своей речью. Вы даже не замечаете, как часто, вместо того, чтобы сказать «да», вы говорите «нет». И если бы мне удалось записать коллегу на диктофон, то мне кажется, что она бы состояла из-за них сплошных «нет». То есть настолько часто она это говорит, что я даже не помню, чтобы она когда-то соглашалась. И дело не в том, что вы должны соглашаться, дело в речевых оборотах, когда вы говорите «да», потренируйтесь, когда вы говорите «да», вы даёте ощущение человеку, что вы его понимаете, что вы солидарны с ним, а единство в любой сфере общения, понимание всегда создаёт почву для дальнейшего развития отношений. Потому что любые отношения в основном держатся на взаимопонимании. Пропробуйте этот момент. Второй момент «но». Как часто человек говорит какую-то интересную вещь или даёт вам какую-то надежду, например, любую надежду на какое-то продолжение общения, или любой пример возьмём, который даёт вам положительный ответ. И в середине предложения просто по привычке, просто по привычке он ставит вот этот союз «но». Так вот, этот союз «но» перечёркивает полностью всё то, что говорил человек до этого. То есть «я вас люблю, но». Во-первых, посмотрите, какой сразу тон после «но». То есть как будто человек вам ставит какие-то условия, вы уже начинаете напрягаться. И вот эта частица «но», вот это вот отрицание, можно так сказать, то есть по-разному, как она звучит, от этого и пляшем, она является тем, что полностью перечёркивает сказанное «до» этой частицы. «Я вас люблю, но». Вот это вообще абсурдно. А так как это не... вот человек не хочет вербально сказать, что он там пытается ставить нам условия, или у него есть сомнения, то это выглядит как само собой разумеющееся «но» на уши давит. И вот столько раз, сколько человек это говорит, столько раз у собеседников вызывает ощущение дискомфорта и какого-то доминантного, возможно, поведения. То есть человек не принимает слова, которые говорят до союза «но». После «но» всё предыдущее перечёркивается. Попробуйте сказать вместо «но» «и». «И» — это скрепляющий союз, который поможет вам продлить предложение, дальше продолжить повествование. Это будет сложно какое-то время, но... «Но» здесь «но» очень уместно. Когда мы говорим «но», мы имеем в виду, что предыдущее не существует. То есть есть, конечно, примеры, когда «но» нужно вставить. Но вы же должны понимать, что эти примеры вы должны заранее продумать. То есть это не стереотипичный разговор, где «но» является союзом, скрепляющим то, что не нужно слушать, и то, что идёт после предложения. Есть моменты, когда вы хотите поддержать человека, и вы можете сказать частичку «но» в союз. Потому что, когда вы говорите «да, ты получил пятёрку, ой, то есть двойку, но я уверен, что в следующий раз ты получишь пятёрку». Вот и всё. То есть эти частицы, они в какой-то момент могут быть полезными. Ещё один момент, который я хочу вам рассказать, это такие вот фразочки типа «по правде говоря», «если честно». И сейчас, наверное, не вспомним все сразу. Есть такой ряд выражений, которые заставляют задуматься о словах, которые вы сказали до этого. «По правде говоря», то есть получается, что вы до этого всё время врали, а сейчас вы начали говорить правду. То есть, в принципе, человека на подсознании записывается только то, что вы соврали. Хотя это может звучать абсурдно, да, то есть вы там сказали, допустим, «у меня нет салфеток», к примеру, да, когда человек попросил салфетку. А потом порылись в карманах, нащупали эту салфетку, и, видимо, в первый раз вы не нащупали, и говорите «извини, я тебе соврал, у меня есть салфетка». Это звучит как банально дружеское общение. Однако на подскорку человека записывается именно то, что вы соврали, а не то, что у вас оказался салфет. Поэтому есть такие мелочи, которые невозможно объяснить, то есть почему человек перестал с вами общаться, почему он не хочет с вами общаться. Но в какой-то момент он понимает, что объяснений этому нет. И во многом объяснение может крыться в том, что вы нечестны с ним, в том, что вы постоянно доминируете, отрицаете. То, что вы находитесь с ним не наравне и не в понимании. Поэтому человек дальше общаться с вами не будет. Это подсознательно. Он не понимает, что вы говорите просто по привычке. Потому что даже одно и то же слово, если взять обычный цветок, допустим, роза, 10 человек будет каждый интерпретировать по-разному. И если взять и визуализировать тот цветок, который вы видите, когда мы произносим слово «роза», то кто-то видит розу в горшке, кто-то видит жёлтую розу, кто-то красную розу, кто-то видит сорванные лепестки. И кто что видит. Кто-то видит вообще совершенно неассоциируемый с этим цветком какой-то воображательный элемент. Однако это даёт нам хорошее понятие того осознания, что люди мыслят совершенно по-разному. И если они с одного слова создают целый образ, то представьте в предложении этих образов, образов у него всплывающих, это постоянно большой-большой шквал, это волны каких-то воображений. То есть то, что вы говорите, он слышит совершенно по-другому. Но есть какие-то общие законы. Законы общения, риторика, взаимодействия. Почитайте их, и вы поймёте, что во многом ваши речевые какие-то аспекты, они дают недопонимание. Вместо того, чтобы речь как таковая служит вроде бы восприятием друг друга, а получается, что она служит наоборот торжением. Вот такие его советы. Интересные. Подумайте об этом. Есть ещё, наверное, будут подобные записи, потому что это не всё. Мы можем ещё долго разговаривать о том, почему люди нас не понимают и не хотят с нами общаться, и наоборот, как сделать так, чтобы люди нас понимали и хотели с нами общаться. Это всё, конечно, из этой же серии. А пока потренируйтесь с этими частицами, с этими элементами, которые в будущем помогут вам поддержать разговор и сделать так, что собеседнику будет приятно, а он, в свою очередь, возможно, сделает то, что вы хотите.